В преддверии чемпионата мира по танцевальному спорту организаторы заняты вопросами встречи гостей и проведения турнира, а участники усердно готовятся к соревнованиям. Также они участвуют в промо-мероприятиях, фотосессиях и флешмобах, чтобы привлечь как можно больше зрителей к этому уникальному по своим масштабам событию. В этом году огромное масштабное мероприятие – это чемпионат мира и кубок мира по танцевальному спорту, причем в категории профессионалы, признанные в своих странах, национальные чемпионы своих стран, чемпионы Европы и мира. Это титульный чемпион, поэтому здесь они завоевывают титул чемпиона мира. Соответственно, дали согласие для участия в соревнованиях на сегодняшний день 26 стран, плюс еще 4-5 стран мы пока в заявке, в рассмотрении. И, что немаловажно, зарегистрировалось 1500 танцевальных дуэтов. Это означает, что 3000 спортсменов мы уже готовы принять. В дни чемпионата на паркете покажут свое мастерство и взрослые, и дети. Возрастной разбег участников от самых маленьких до совсем взрослых. 6 апреля будет танцевать самый маленький, это будет кубок губернатора, и в рамках него будет проходить массовый спорт. Массовый спорт от 5 лет. От 5 лет участники, и также в этот день танцует группа сеньоры. Группа сеньоры начинается от 35 до 65. То есть размах вот такой, соответственно, и болельщики придут, как за самых малышей болеть, так и за своих сеньоров. Но седьмого и восьмого, это, конечно, уже начинаются юниорские дуэты, всероссийские соревнования, 12-15 лет. И мировой рейтинг от 16 лет, молодежники 19 и 35, это старший состав. Ну и профессионалы, конечно, это уже взрослые, состоящиеся спортсмены, прошедшие все категории танцевального направления до этого. Ледовая арена «Трактор» рассчитывает уместить 4,5 тысячи человек. Это будут первые соревнования по танцевальному спорту такого уровня, который примет Челябинск. Кстати, за право проведения чемпионата мира Южный Урал конкурировал с городами Польши, Австралии и Израиля. Спасибо.